Сарга одиннадцатая. История Видьядхары об узнавании реальности. Пхушунда сказал. История Видьядхары в малейшей степени, как вода, не затрагивает лотос. Для кого прикосновение оружия или женщины не воспринимается, как будто совсем не существует, тот, пребывающий в себе, знает истину. Как принятый вовнутрь яд становится болезнью принявшего его, хотя ядовитость не отделяется от самого яда, так и чистое сознание, не оставляя своей природы, становится страдающим дживой, ограниченным сознанием. Одним только восприятием ограничений. Как яд становится болезнью, так бессмертное сознание становится ограниченным дживой. Сознание, не оставляя своей природы, принимает форму материальности. Как где-то появляется болезнь, так же в Брахмане возникает неотличная от него видимость, кажущаяся отличной. Творение, хотя является Брахманом, кажется отдельностью. Как яд не оставляет своей природы, постепенно становясь болезнью, так джива, оставаясь нерожденным и неумирающим сознанием, рождается и умирает. Только не утопая в восприятиях объектов, можно пересечь океан существования, как если бы это был след копыта, наполненный водой, но не с помощью богов. Зачем пренебрегать этим внутренним спокойствием, пребывающим во всех ощущениях и превосходящим все ощущения? Когда объекты мира мгновенно растворяются в единой реальности, как может появиться в чистом атмане нечистота разума, интеллекта, чувства эго и всего остального? Как ты смотришь на глиняный сосуд, тряпку или другой объект, так же смотри на тело, а так же на чувства я, разум, интеллект, чувства и восприятие. Ты знающий, твердо пребывай в своей природе, не осознавая ни бесчисленные объекты мира, ни понятия и ощущения разума и интеллекта или другие объекты. Никогда и ни для кого нет ни заблуждения, ни добродетели. Никто не ощущает ни радости и ни страдания, существования или несуществования, и никто не является деятелем. Такова сарга 11. История Витиадхары об узнавании реальности второй части книги 6 об освобождении Махара Маянны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмекке.